Рекламно-информационная программа. Рекламно-информационная программа. Этот концерт будет завтра в 15.00, завтра же в Слободском 19 часов начала и в воскресенье 19-го в Олении выступит еще и в Кирове-Чепецке начало концерта в 15.00. Но раз вы с инструментом, если к нам приходят музыканты, то мы в первую очередь просим начинать с композиции. Когда весна придет, не знаю, пройдут дожди, сойдут снега, но ты мне улица. Дорогие каравчане, я вас прошу, подпевайте, а лучше всего приходите сегодня в 18.30 в областной дом народного творчества. Мы с вами вместе споем. На этой улице подростком гонял по крышам голубей. И здесь на этом перекрестке с любовью встретился своей. И здесь на этом перекрестке с любовью встретился своей. И будем сегодня лечить души, души людские. Потому что песни, которые сегодня прозвучат на концерте, они честные. Это песни... Да, репертуар, он из каких композиций состоит? Что вы исполняете? Ну, у меня концерты где-то от полутора часа до двух часов, зависит, конечно, от публики. И песни, в том числе советские, а также песни мои, народные. Но они все равно в общем ключе в таком. Но это те песни, в которых я сейчас сижу, я эту песню знаю, я хочу ее подпеть. Это прекрасная песня совершенно. Конечно, конечно. Я помню этот фильм, я помню это настроение этого фильма. И помню эту песню прекрасно. Слава богу, показывают и перепоказывают эту картину. Но она того стоит, опять же. А я еще хочу сказать, что я знаком с внучкой Алексея Ивановича Фатьянова, с Аней. И 5 марта 2019 года в Кремле я тоже там буду участвовать. Я помогаю организовывать концерт. «Столетие Алексея Ивановича Фатьянова», который сочинил очень много стихов. И вот одной из моих задач на концертах является не только пропаганда. Можно сказать пропаганда песен, потому что они, к сожалению, многие забыты. А многие люди даже не знают, кто их написал. А многие считают, что они давно уже народные. Это хорошо. Но, с другой стороны, все равно уважения к авторам. Вот сейчас такого нет, как было раньше. Ведь раньше на первом месте стоял автор, а потом уже исполнитель. А сейчас все наоборот. Сейчас зачастую исполнитель, никто не знает, что он поет. И даже когда он поет некоторые песни из 70-х, 60-х годов, то как-то пропадает авторство вообще. Такое ощущение, что он прямо вышел и сочинял. У меня лично все-таки уважение к авторам остается. Но, знаете, бывают ситуации, когда хочешь узнать, кто написал, собственно, текст и музыку к какому-то произведению, к какой-то песне, информацию очень трудно добыть. Почему-то она не публикуется. Да, мне кажется, в интернете все есть. Нет, найти можно. Но иногда это, правда, очень трудно. Или там много времени это занимает. Надо же еще точное название песни, чтобы понять. Потому что обычно помнят как, по каким-то словам. Раньше у нас профессионалы стояли у руля на телевидении, на радио, вообще в средствах массовой информации. Сейчас, к великому сожалению, вот опять же все наоборот. Ну, что делать? У вас есть своя программа «Посиделки на кухне» на собственном канале «Белый день». В интернете можно, да, смотреть? Да, у меня много программ интересных. Но это как бы она уже старая. Я попытался, ну, сам отснял вот эти 35 выпусков. Потом обратился к Министерству культуры Российской Федерации с просьбой поддержать этот проект. Мне сказали, это неактуально. То есть неактуально антология советской песни для нашего Министерства культуры. А что актуально, я не знаю. Наверное, что-то другое. Ну, тут можно долго-много говорить, да. Программа есть, если можно, скажу. Просто где меня можно увидеть? Ну, на центральных каналах, к сожалению. А вот в интернете у меня очень много. Ну, во-первых, просто набирайте, Валерий Семин. А так, у меня каждую среду выходит программа «Гости», которую я веду на «Радио-1», подмосковное радио. В интернете можно слушать? Конечно. Там огромное количество этих программ «Играй баян», программа. И там ко мне приходят гости разные совершенно. Начиная там от простых самодеятельных каких-то самородков, которые приезжают специально из других городов. Из Пензы, не знаю, из Нижнего Новгорода, вот недавно были. И заканчивая там звездами. Ну, Ренат Ибрагимов, я считаю, что это звезда. Это безусловно. Сергей Трофимов, тоже звезда. Ну, остальные, наверное, считают там... Я с ними знаком, с другими звездами. Но они считают, что, наверное, первый канал этого лучше. Ну, пусть так все. А насколько много вообще сейчас исполнителей именно вот этих песен, именно под баян, под другие какие-то традиционные инструменты? Много исполнителей? Ну, есть, наверное. Востребовано? Не знаю. Наверное, востребовано. У нас звонки сегодня еще будут, да? Да, звонки, конечно, будут. Давайте, это же самый кайф вообще, когда люди звонят. Но чуть позже, когда мы озвучим, собственно, номер нашего телефона. Так, расскажите про инструмент. Очень эффектный. В руках прям. Он сразу обращает внимание. Сначала инструмент видно, потом глаз, если честно. Инструмент блестит. Ну, это специально, да. У меня их штуки три разных. Три штуки. Один большой, другой поменьше. А это вот самый маленький. Баяненчик. Они все называются и Валерий. Это заказной инструмент фабричной работы. Вернее, ручной работы на фабрике Менгощини. Это Италия. Это итальянский баян? Да, итальянский, да. Итальянский. Боже мой. В нашей стране уже не делали баяны. Причем в городе, где в свое время была гормонная фабрика. И делали прекрасное. Готово. Вы знаете о том, что именно в Кирове? Конечно, да. Гремело это предприятие. Рядко было. Потом в Туле, на самом деле, была раньше шикарная фабрика. Сейчас, к сожалению. У моего папы была тульская гармошка. Нет, но тульская гармония, слава богу, сейчас она функционирует. И делает неплохие инструменты, но вся начинка, вся начинка, там, механика, потом кнопки, вот эти корпуса, целуло, это все это итальянское. Все равно, да? Да. Вот так вот. И даже китайцы уже вперед у всех ушли, как обычно, они балалайки делают, гусли делают, гармошки. Молодцы. На сцене только вы и баян. Да, на сцене только я и баян, но самое главное, на сцене вместе со мной зрители. У меня такой хороший проект есть, я надеюсь, я уже осуществляю его там, где есть возможность. А возможность это такая, что если, ну, Комитет культуры, или как правильно называется, местное, да? Министерство культуры. Министерство культуры. Управление культуры, например, городское или областное. Если люди понимают, если они считают, что надо как-то развивать народную песню, народную культуру, то у меня такой проект, который называется «Баян собирает друзей» или «Играй баян», он называется. И суть его такая, что вместе со мной на сцене коллективы вот того края, где я выступаю, да? Самодеятельные коллективы, профессиональные коллективы, причем могут быть бабушки там с кокошниками, как обычно, народные хоры. Какие-то, не знаю, гармонисты, танцоры. В общем, получается шикарный такой праздник трехчасовой. А в чем здесь сложность? Неужели кто-то против? Ну, если бы это было... Да, у нас так... Кто-то против? Нет, вы знаете... Нет, ну приезжает народный артист, да, приезжает народный артист. Есть возможность сделать отличный концерт, свои коллективы показать, да? Да. Они тоже хотят... К сожалению, у нас не все руководители... Я не знаю, это как-то странно. Странно, да. Я хочу собрать зал, да, я хочу собрать зал. Я хочу этому залу показать и своих артистов тоже. А самый интересный был случай, просто, ну, это вообще... В Воронежской области, я не хочу город называть, чтобы потом они не получили там по голове. Женщина одна вот такая, ну, есть такие, знаете, инициаторы, которые готовы гореть вот этим всем делом. Она сделала концерт, пригласила из, ну, близлежащих там городков. Был просто сумасшедший концерт, руководство отметило галочкой, естественно, оно не хотело. Но когда концерт все-таки состоялся, они придумали грамоты, якобы от себя, значит, наградили. А потом директора ДК уволили просто за то, что вот он проявил слишком много инициатив. Инициатива наказуема, к сожалению. Да, как в армии у нас. Вот такая у нас бывает. Да, еще раз напомним, что Валерий сегодня будет выступать в ОДНТ. Начало концерта в 18.30. Организаторы приезда и выступления арт-студия «Маска» и группы компании «Норма». Давайте еще часть композиции, рекомпозицию, потом на рекламу. А я просто спою. Главное, ребята, сердцем не стареть, Песню, что придумали, до конца допеть. В дальний путь собрались мы, а в этот край таежный Только самолетом можно долететь. А ты, улетающий вдаль самолет, В сердце своем забереги. Под крылом самолета о чем-то поет Зеленое море тайги. Под крылом самолета о чем-то поет Зеленое море тайги. Ча-ка-ка! Культпоход. Дарим возможность немножко Валерию передохнуть И озвучим те призы, которые сегодня у нас есть в розыгрыше. Итак, как всегда, билеты в драматический театр «Клинический случай». Это завтра, 18 ноября в 17.00.16+. Обед из трех блюд тоже в драмтеатре, 18.00.24 ноября тоже ограничение, 16+. Театр на Спасской «Розы и Соловей», премьера, 26 ноября, 11.00. Еще театр «Кукол» есть в Кировске имени Афанасьева. Кот в сапогах завтра, 18 ноября. Пригласительный в кинотеатр «Смена», ну или «Дружба», так сказать, на любой фильм, который вы пожелаете. Дальше самые любимые книжки наши. Да, книги из магазина «Читай город». «Путь к успеху», вот мне очень понравилось, да, «Ютуб», «Путь к успеху», «Как получать фуры лайков и тонны денег», да, причем пишут люди, которые создали кучу ресурсов с миллионными посещениями. Валерий, вы читали нечто подобное перед тем, как активность в интернете разворачивать? Учились специально? Нет, нет. Новый роман, лауреат премии «Русский букер» — это Ольга Славникова «Прыжок в длину». Для всех, кто любит современную литературу, просто, ну, необходимая книга совершенно. И книга «Амулет» Самарканда, ну, тут все по обложечке можно понять, да? Ага, приключения 12-летнего волшебника, Эджина, много магии, юмора, интриг, приключения 12+. Магазины от, вернее, книги от магазинов «Читай город», еще раз напомню, это Преображенская улица, 65, Торговый центр театра и Ленина, 103А, Крым. Дальше. Пригласительное в Вятский палеонтологический музей. Пригласительное в Кировский городской зоологический музей. Пригласительный на творческий вечер встреча друзей Ярослава Калинина сегодня в 5 часов в отеле «Классик». Там еще и даже с фуршетом. Будет у нас, будет сегодня у нас и спецвопрос от Вятской филармонии, ответив на который, вы сможете побывать на концерте группы... The Beat Love. О, это трибют. Да, это единственный, да, официальный трибют группы The Beatles, признанный правообладателями, то есть Sony Music Publishing, получивший официальное разрешение на исполнение песен The Beatles. Вот так вот. 27 ноября в 19.00. Мы их так просто поем до вечера, они вот официально могут петь это все. Ну и, конечно, 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 самое главное, приглашение на сегодняшний концерт Валерия Семина «Играй баян». Сегодня 18.30 в ОДНТ. Организаторы, издательский дом «Норма» и арт-студия «Маска». Ну, вопрос пора задавать. Вопрос может быть музыкальным. Мы можем попросить слушателей дозвониться и исполнить... Так, телефон же надо объявить, чтобы... 211-101. 211-101. Ну, в принципе... У нас много постоянных слушателей. Да, слушатели, которые просто уже в график включают прослушивание нашей программы. Давайте я сейчас объявлю, значит, вопрос. Я вот пока ехал в поди, подумал, значит, что изображено на гербе города, в котором я родился? Герб города, в котором я родился, что там изображено? Подскажем, какой город или пусть... А зачем? Пусть ты еще... Нет, ну так совсем. Мне кажется, взять в интернете и написать... Написать, Валерий Семина, кто быстрее. Да сейчас гаджетами, господи. И описать герб этого старинного города. Ну, вот поступайте, как я сейчас поступаю. Буквально за 20 секунд я нашел правильный ответ. Изображен там... А ты не подсказывай. Ну, можно я подскажу, что там изображено животное? Ну, зачем ты так? Ждем ваших звонков. Между тем, Валерий может заполнить музыкальную паузу. Я гармошечку в руки возьму. Знать печаль мою всем ни к чему. А ты, гармошка, послушай, А успокой мою душу. Я покрепче тебя обниму. Ты, гармошка, послушай, Успокой мою душу. Я покрепче тебя обниму. Ну, что же там изображено-то на этом гербе? Гербе. Уже есть звонок. Ура! Алло. Алло, алло. Добрый день, вы в эфире. Как вас зовут? Добрый день, Александр. Да, отвечаете. Алло. Да, говорите ваш ответ. Валерий Семин родился в Сызрани, а на гербе Сызрани изображен бык. Бык? Все верно. Правильно. Спасибо, Саша. Спасибо. Ну что, сегодня пойдете на концерт, Валерий? Вы знаете, при всем уважении, это немножко не мое. Хотелось бы внуков сводить в кинотеатр. В кинотеатр. В кинотеатр. Ну, хорошо. Кино-то кино. Раз мы сказали, что можно, значит, можно. Не кладите трубочку. Редактор вам объяснит, как получить ваши билеты. Следующий вопрос к Николаю Голикова. Ну да. Ну, я думаю, что тут у нас с Валерием разногласий не будет. Да-да-да, потому что он все время пускал альбом. Такой был лайк, инрок, насколько я помню. Да, был делающий. Был такой, да? Вот, у меня вопрос такой будет. Сейчас будет прозвучить фрагмент композиции, а я просто тоже спрошу. Она относится уже конкретно к року, причем к очень таким ветеранам этого движения. Девочки, которая поет сейчас 67 лет, зовут ее Физик Ватра, я думаю, это имя довольно-то известно в нашей России, да? Они создали такую интересную бригаду. С ней еще два ветерана. Один отработал в группе Sweet на гитаре, это Энди Скотт, а второй в группе Slate на барабанах, Дон Пауэлл, да? Им всем около вот этого возраста. Кто-то 46-го года рождения, кто-то 47-го, кто-то 50-го. И вот они выпустили такой очень энергичный альбомчик в этом году. Он мне крайне понравился, я так сказать. Кучу энергии почувствовал. Вопрос такой, у всех людей интересная биография из этого трио. Я спрошу про барабанщика. Дело в том, что в 73-м году, в самом расцвете группы Slate, он попал в страшную автомобильную катастрофу. Его подруга вообще погибла, вообще все страшно, все грустно. И при этом он утратил некие человеческие чувства. Он потерял некие человеческие чувства. Вопрос такой. Он после этой аварии остался без чувства вкуса? Он после этой аварии остался без обоняния? Или после этой аварии он остался без памяти? Барабанщик, который до сих пор работает как барабанщик. Без памяти, в смысле, амнезия? Амнезия, да. Амнезия, да. Три варианта. Без вкуса, без обоняния и без памяти. Кто угадает, тот получит насыщий приз. Честно признаться, не хотелось бы остаться без того другого и третьего. Да без ничего бы не хотелось, да. Уже есть желающие ответить, как ни странно. Давайте, Валерий, послушаем. Нет, пусть отвечает. Вот так. Давайте, говорите. Добрый день. Алло. Добрый день. Здравствуйте. Олег, видимо, к нам присоединился. Да, это Олег. Олег, ну что с Доном Пауэллом случилось? Что ж он потерял? Предположу, что он остался без памяти. Да, кратковременную память у него отшибла. Это было очень сложно ему после этого работать барабанщиком. До сих пор это есть. Но дело в том, что если бы вы ответили без вкуса и без обоняния, мы бы тоже не ошиблись. У него все отшибло вообще. Но он до сих пор жив, пишет мемуары. Зато классно он пишет мемуары. Дело в том, что он память-то потерял. Поэтому всю свою жизнь стал записывать записную книжку. И у него сейчас мемуары писать. Просто рай. У него куча записных книжек. От печки с самого начала. Олег, вы совершенно правы. Что вы хотели получить у нас? Если можно, книжку. Какую? Какую? Вторую. Ольга Злужок в длину. Злужок в длину. Русский букер. Да, да, да. Новый роман. Отлично, отличная книга. Я думаю, вы получите удовольствие. Николай Трубочек вам объяснят, как ее получить. Ну, а я заглянул накануне, заглянул посмотреть, какие, собственно, примечательные даты сегодня выпадают на 17 ноября. Очень много, кстати, всего. Вы знаете, что сегодня день защиты черных котов. Но правда, в Италии. Я вот сейчас как раз нашим слушателям предлагаю дозвониться и вспомнить ту самую замечательную песню про черного кота. Валерий. Валерий. Жил да был черный кот. Подожди, не будем. Сначала дозвониться к нам. Да, и споет вместе с нами. И вместе споет песню про черного кота. 211-101. Звоните. 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 Мы очень любим вместе с вами петь. Все же знают эту компонентность. Понятно. Ну, вот уже есть желающие. Слава богу, да. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Я так и знаю, что эта девушка позвонит. Конечно. Как вас зовут? Надежда. Надежда. Давайте вместе с нами свалили. Да был черный кот за углом. Поехали. Жил да был черный кот за углом. И когда ненавидел весь дом, только песня совсем не о том, как не ладили люди с котом. Говорят, не повезет в дом, если черный кот дорогу перейдет. Надя. А пока наоборот. Только черному коту не везет. Одежда. Отлично, отлично, отлично. Все вместе исполнили. Извините, хором не привыкла кеть, поэтому взялась. Надежда, только у вас есть право сейчас выбрать приз. Мы такого права не имеем. Ага. Напомните, пожалуйста, про театры. Театры? Завтра в драмтеатре клинический случай. Ага. 24 ноября обед из трех блюд в драмтеатре. Круто, во-первых. Театрин с Паской 26 ноября премьера «Роза и Соловей», о которой так много сейчас все говорят. Давайте, пожалуйста, на три блюда. Обед из трех блюд. Да. Что ж, приятного аппетита. Не кладите трубочку, ваши билеты объяснят, как получилось. Надя, надо было сегодня на концерт приходить ко мне. Это было бы вообще круто. Билеты-то мы разыгрываем, да? Конечно. Можно просто... Ну, вот человек выбрал театр. Следующий вопрос, Валерий. Валерий, ваш. У меня вопрос. Он такой многогранный. Но ответ-то один он будет, односложный. Не знаю, нет. Сейчас в каком фильме художественном был мой дебют как киноактера? А если еще скажете, какую я там песню пел, вообще будет интересно. Угу. Ну что вы? Я подсказываю, это 2000-й год. 2000-й год. Фильм лауреат Каннского фестиваля. И у вас там был дебютский актер. Дебют как актер? Дебютский актер. Актерский дебют. Актерский дебют. Да еще причем как исполнители, да? То есть ваш герой еще и песни пел. Да, мой герой еще пел песню. Причем герой такой не просто, а обыкновенный человек, а интересный человек. Но об этом есть информация в интернете, так что... Угу. И эта работа, она оставила такие впечатления у вас? Нет, ну слушай, опыт. Конечно, первый раз уже. Каннский фестиваля. На красной лестнице вот прям вот даже где-то фотографии. Так вы были в Каннах-то, да? Конечно. Ох-хо-хо. В фильме снимались, я могу подсказать, Марат Башаров, Маша Миронова, Александр Семчев. Ага. Так что уж подсказок-то уж. О-о-о. Ну, сейчас в гаджет нырнет, начал смотреть. Я помню, я этот фильм смотрел неоднократно. Нырните в гаджеты. Приходите сегодня на концерт. Я вам все расскажу там на концерте. В ОДНТ. 18.30. Начало. Будет душевно. Фильм душевный, да. Фильм душевный, помню. Не подсказывай. Вот звонок у нас уже. Все, есть, ура, кто там? Алло. Здравствуйте. Это Андрей. Андрей Жигалин. Да, он же постоянный. Андрей, ну, вы обычно не ошибаетесь. Ну, это замечательный фильм Павла Лонгина «Свадьба». Свадьба, да, это свадьба, да, действительно. А какая роль-то была? Ну, вспомните, пожалуйста, у меня. Ну, я думаю, что баянисты как раз на свадьбе. Нет. Нет. Это было бы очень просто, если баянистом был. Ну, хорошо. Вы не просто баянистом были, я смотрю. Да, я был не просто. Да, ты уже нашел. Только уже говори теперь, Андрей всего не знает. Андрюш, ну вот вы приходите сегодня на концерт. Вот, если есть желание. Я сегодня, к сожалению, сам выступаю в библиотеке Герцена в Большом Читаемом Зале в это время. Да, в вечерной литературной. Вот концерт. В общем, да, по поводу Валерия Семен, не просто баянист, священник-баянист. Я был... У меня роль батюшки была. Батюшки была, да. Да, и я пел там песню такую. Напилась я пьянка. Не дойду я до дому. Отлично. Андрей, что выбираете тогда? Куда пойдете тогда в итоге? На Битлз. Дело в том, что мы спецвопросы не задавали еще. Да, на Битлз все будет специальный вопрос. Пока не Битлз, извините. А, то есть Битлз нельзя, да? Пока нельзя, да. Там будет специальный вопрос, специальный ответ, специальная. А может, вы сейчас его зададите? Нет, ну... Нет, ну вы же ответили на этот вопрос. Давайте, определяйтесь. Это уже Битлз. Но вы туда не попадете. Нет, драма, можно туда попасть. Но на спецвопрос мне еще можно будет ответить, да? Конечно, да, попробуйте. А Роза Соловей какого числа? 26-го. Во сколько? В 11.00. Ага. Это же сказочный спектакль. Андрей, хорошо, давайте передаем вам нашего редактора и с ним уже определяйтесь, ладно? Хорошо, хорошо. Потому что время много занимает. Ну что, теперь зададим спецвопрос, пожалуй. Да, Витя, Николай? Или у вас есть свой вопрос все-таки? Ну хорошо, давайте свой вопрос, а я потом спецвопрос. Хорошо, спецвопрос ты озвучишь. Это немножко, опять же, про Балалайкун-Рок. И попрошу еще фрагмент этой замечательной пластинки, которая меня так вдохновила, где 70-летняя тетенька поет очень энергично рок-н-ролл. Вот, а вопрос будет про второго участника этого трио, про Энди Скотта. Дело в том, что из группы СВИТ он был уволен по одной простой причине. Вот я вам сейчас назову три причины, вы угадаете по какой. Он слишком много пил. Точно, наверное. Он мало пил. Или третий вариант, он вообще не пил. Вот три варианта ответа. И я не думаю, что ответ здесь совершенно очевиден. Почему он покинул группу СВИТ? С Россией аналогии можно про это сказать. Он слишком много пил, он мало пил, или он вообще не пил. Вот тот, кто ответит, получит наш третий ответ. Ну, второй и третий ответ, наверное, подозрительно для нашей страны, да, если человек... Ну, мало ли, что оно подозрительно. Ну, сказать желающие, если вы ответите. Добрый день. Добрый день. Добрый белый день. Добрый белый день, да. Как вас зовут? Меня зовут Андрей. Андрей. Зачем же Энди Скотта, Оль и СВИТ-то? Почему? Ну, скорее всего, он мало пил. Вариант ответа очень близкий к правде, но не точно. Там было три варианта. Очень много пил, мало пил или совсем не пил? Совсем. Вторую попыточку дадите? Даем, конечно. Дадим, дадим. Совсем не пил. Абсолютно правильно. Представляете, гитарист, который совсем не пьет, весь коллектив этим занимается. Возникает, безусловно, конфликт. Кто-то должен уйти. Вы правильно ответили. Нет, это же хорошо, но он трезвый, он может постоянно за руль садиться, возить. Для них-то как бы удобно, но их, знаешь, было кому возить. Они как-то немножко не так, как наши музыканты, сосладились на своей машинке. Они по-другому немножко катались. Хорошо, Андрей, что вы выбираете? Театр на Спасской. Театр на Спасской? 26 число. Хорошо, все, не кладите трубку. Это Роза Соловей, премьера. Да, ну и теперь спецвопрос хочу задать, да, от Вятской филармонии. Спецвопрос. И, ответив на него, вы пойдете на концерт группы The Beat Love 27 ноября в 19.00. Это официальный трибют легендарной Ливерпульской четверки. И вопрос такой. Да. Где были сшиты костюмы для шоу группы The Beat Love? То есть надо понимать, что они там в образе будут, в образе будут соответственно. Да, конечно, да. Там костюмы-то очень же стильные, слушайте, там работают ребята. Три варианта ответа. В Москве, в Милане, ну или в Ливерпуле. Где они были сшиты? Где сшиты костюмы? Звоните 211 за 101 и вы в Вятских Полянах, наверное. В Вятских Полянах, нет, Вятских Полянах на шляпах специализируется. Да? У нас это город безумных шляпников. Там музей шляп, единственный в России. Где были изготовлены костюмы, в которых будут ребята выступать 27 числа у нас здесь? Да и не только у нас здесь, вообще где они выступают. Да, в Москве, в Милане или в Ливерпуле. Ну, давайте мы вот по примеру сейчас Андрея, мы вам дадим вторую попытку, если вы ответите с первой неправильно. Звоните, 211 за 101. Ты так уверенно говоришь, будто ты знаешь правильный ответ. На Битлов? Да, я знаю. А ты знаешь, я вот не в курсе. А тебе подсказал? А мне вот забыл, понимаешь? Редактор подсказал, я знаю. 211 за 101, ну что, неужели никто на Битлов-то не хочет пойти? Нет, они, конечно, все хотят, но они просто уже бросились гаджеты в свои. Ну, я так понимаю, самая известная композиция, да, вот исполненная? Это вообще самая популярная композиция 20 века, самая исполненная. А, кстати, Валерий, вы когда-нибудь экспериментировали? Конечно. Именно под баян или там известный рок? Ну, я же сейчас играю. Ну, да. Дозвонитесь еще и вместе споем с вами. Приходите сегодня на концерт, я вам Битлов сыграю. Если попросите. Если попросите, да. Итак, алло, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы три варианта давали. Да, Светлана, мы слушаем вас. Москва, Милан и Ливерпуль. Ага, вот я второй-то не запомнила вариант. Ага. Ну, Москва, Милан, Ливерпуль. Отвечайте. Ну, давайте Ливерпуль. Ну, почему бы и нет? Они же не в Москве, собственно, организовались-то, и не в Милане. Да, и Битлз как бы из Ливерпуля. Почему бы Битлз-то там из себя костюмчики-то шили, поди. Ну, так вот, все сошлось. Все сошлось. Ливерпульская четверка трибют именно в Ливерпуле для этих артистов и шили костюмы. В общем, вы правильно ответили, Светлана. Ну, да, я филармонию хочу. Вы в нее и пойдете? Ну, так пойдете. Потому что этот вопрос как раз разыгрывался билет на концертную группу из Дамбитла. 27 ноября, 19.00. Спасибо большое. Трубачку-то не кладите, вам объяснят, как получить этот билетик. Хорошо. Да, Валерий Семин, напоминаем, в нашей студии последние секунды, последние минуты общения. Еще раз можете пригласить на сегодняшний концерт. Дорогие кировчане, приглашаю всех сегодня в ОДНТ. В 18.30 на мой сольный концерт. Обещаю, будет очень красиво, душевно, весело, как на домашнем празднике. Ну, и давайте еще немножко музыки. Говорят, гармонь не в моде, устарела, мол, она. Но живет гармонь в народе, как в былые времена. Молодеет год от года. А как ее нам не любить? Ведь гармонь душа народа. Ну, а душу не любить. Гармонь, любимая, нам силы придает. Она и в радости в горе нам поможет. Пока в России хоть одна гармонь поет, нас одолеть никто не сможет. Пока в России хоть одна гармонь поет, нас одолеть никто не сможет. Спасибо большое. Спасибо. Культ поход. Музыкальная часть Культ похода завершена. Валерию Исёмину огромное спасибо. Сегодня он будет выступать в УДНТ. Еще раз туда приглашаем. Ну а оставшиеся минуты программы Культ поход мы хотим посвятить обсуждению того, что произошло... В минувший вторник. Нет, как-то это грозно так произошло. Что произошло в минувший вторник. Что стартовало, что началось в минувший вторник. В кинотеатре Колизей. Совместный проект Колизея и радиостанции нашей радиостанции. Арт-зал, где мы побывали. И вот сейчас хотим с вами поделиться своими впечатлениями. С нами вместе наши коллеги в студии. Ольга Болезина и Екатерина Ногайчук. Сейчас они тоже поделятся своими впечатлениями. Ну и так, давайте напомним. Арт-зал в Колизее. Что показывает? Это совместный проект, который показывает фильмы, скажем так, редкие, эксклюзивные, фестивальные. Кто-то называет их авторскими, кто-то независимыми. Не блокбастеры. Они очень разные. Не блокбастеры. Не кассовые фильмы те, которые большим экраном не пойдут. Зальчик, сразу скажу, крайне мне понравился. Зальчик классный, уютненький такой. Звук, картинка, все в норме. Вот по всему остальному уже, я думаю, что говорить будем. 41 место в зале. 41 место в зале, да. Да, довольно уютно. И посмотрели мы... Фильм, мы посмотрели предпремьеру, скажем так, фильма «Субурбикон», который снял Джордж Клуни по сценарию братьев Коэнов. Вот он уже пошел со вчерашнего дня. И вы можете, собственно, неинтересоваться. Два сеанса, так как фильм «18 плюс», то сеансы позднее. 21-20 или 23-20, по-моему. Да. В Фейсбуке, кстати, мы специальную группу создали. В Фейсбуке есть группа под названием «Арт-зал», но она еще, так сказать, только началась. Думаю, будем работать и улучшать. Но пока вроде так довольно-таки активно там люди пишут, отзывы свои оставляют. И вы тоже присоединяйтесь, пожалуйста. В общем, по большому счету, мы все вместе хотим попробовать. Актуально ли, интересно ли это такое кино будет для нашего города. Есть ли у вас желание. Вот такая добрая, благая идея. Лишь в основе всего этого. Итак, мы посмотрели «Субербекон». Оля, Катя. А мы говорим про фирму или про проект? А мы про все говорим. А вы меня ограничите, потому что про все это про ничего значит. Давай начнем про проект. Про что? Про проект. Ну, на самом деле, идея мне лично нравится. Если особенно понимать под тремя буквами «Арт», то, что не «МАС», то, что там не «Пластмасс», не «Блокбастер» и все прочее, мне бы, конечно, очень хотелось, чтобы в нашем городе появилось действительно там редкое кино, которое ты долго выцепляешь какими-нибудь примерно пиратскими или околопиратскими способами, ждешь годами. Да, еще в плохом качестве. Да, еще не поймешь, с какими-то... Но площадок-то у нас для этого раз-два и общался. Да практически нет. Практически нет их. Вспомнился проект. Помните, кинотеатр открытый был у нас с Пасхой. Под открытым небом? Да, можно было посмотреть какие-то фильмы, которые до тебя в жизни не дойдут. И про них даже не узнаешь в интернете. И, кстати, организаторы проекта тоже у нас были. Да, и мы их тоже будем привлекать. И они тоже активно очень, так сказать, участвуют в работе нашего проекта. Ну, то есть заинтересованная в качественном кино тусовка, скажем так, да, она собирается? Нормально, так и есть. Вот это и хотелось бы сделать, чтобы возникла вот такая тусовка. Вполне, кстати, массовая, как бы сказать, массовая, то есть это не два человека, не три человека. Да, я уверена, что думающих людей у нас в городе гораздо больше. А что касается фильма, ну, не знаю, как без спойлеров вообще должна быть эта реклама или антиреклама для слушателей, посмотреть, не смотреть фильм. Я вот лично, не знаю, можете потом больше не давать мне пригласительные. Я приду за деньги и посмотрю и буду говорить то, что я думаю. Я вот лично увидела в этом фильме идею немножко, скажем так, уже заезженную про то, что люди, которые считают себя там выше образованнее других, сами на самом деле более там настоящие варвары, чем те выше, кому они себя поставили. Вот. Красиво упакована. Я обожаю там костюмы 50-х, 60-х годов. Да, действие происходит 50-е годы. Машинки классные. Машинки, девушки, платья, домики. Отличная музыка. А пульт управления телевизором. И телевизор сам по себе. Но телевизор-то еще более-менее превысил. У нас же не было дистанционных фонариков классных. Стиль, конечно, есть. Ну и подбор актеров. Собственно, главная роль Мэтт Дэймон. Мэтт Дэймон, Джулиана Мур. Джулиана Мур. Две Джулиана Мур. Это немножко такое было, раздвоение. Катя? Мне фильм очень понравился. На самом деле, с творчеством Коэнов я знакома не очень хорошо, поэтому фильм стал для меня открытием этого творчества. А не все такие, Николай? Примерно. Примерно. Я как раз после этого Фарга посмотрел. Ну, в принципе, да. Только этот пожароще сделан был уже по времени. Надо будет посмотреть. На самом деле, мне понравилась атмосфера, мне понравилась и музыка, и, да, на самом деле, подбор актеров очень интересный, и даже, может быть, для меня он лепопытный, поскольку я не очень знакома с творчеством. Но, с другой стороны, да, я согласна с Олей, что тема такая довольно заезженная, но, на самом деле, фильм красивый, он радует. Тема заезженная, мы можем пояснить, то есть, противостояние, в том числе, там, белого населения, цветного населения, там параллельно развивается такая общественная, тема общественного насилия, тема насилия внутри, так сказать, то есть, она как бы пересекается одно с другим. Да, да, то есть, эта тема, но она все равно очень интересна, потому что они очень много говорят, и всегда приятно увидеть какую-то новую постановку этой проблемы, то есть, где она бы могла быть. Одно дело, это какой-то, может быть, город, где никто не скрывает своих нравов, а другое дело, если мы говорим о определенной обычной картинке, которую, в общем-то, в каком-то смысле даже, наверное, портит то, что происходит, но с другой стороны, это правда, и мы понимаем, что человек всегда в определенном смысле остается человеком, если мы говорим о противостоянии утопии реальности. На самом деле, проект арт-зала, он очень актуальный, по крайней мере, для меня, потому что, да, я соглашусь, что найти какое-то хорошее фестивальное кино, это на самом деле очень сложно, и приятно, что в каком-то маленьком уютном зале можно с единомышленниками посмотреть интересное кино, затем его обсудить, и, скажем так, иметь представление о том, что происходит в мировом кинематографе именно качественно. Таково мое мнение. Ну, вы знаете, немного секунды, я буду тем, кто задерживает новостников, а не тем, кто ломится в двери в конце эфира. Мне бы очень хотелось, чтобы там было не только кино, а такой камерный зал, то есть, это может быть площадкой для общения по другим каким-то арт-поводам. Это предполагается, то есть, я сразу сказал, что общаться можно на любые темы, которые вот сейчас здесь возникают в этом зале. Это изначально предполагалось, поэтому мы только за. Так что нужно развивать. Тем более, что по времени мы не ограничены там, мы всегда можем перейти из одного зала в другой по соседству. Итак, на этом завершаем мы программу Культпохода. Спасибо нашим коллегам Ольге и Екатерине. Итак, еще раз интересуйтесь арт-залом, ищите информацию, мы тоже вас будем информировать в группе в фейсбуке. И будем обсуждать в Культпоходах то, что мы увидели там. Или то, что мы увидим в ближайшее время. На наш общий взгляд это заслуживает внимания. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До понедельника. Культпоход.